Гость в студии. Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Еще раз представлю гостя, один из организаторов международных соревнований парапланиристов на точность Z-Accuracy Cup. Вот такое название. Точность в заголовке, значит, получается, нужно что? Нужно попасть куда-то? Нужно приземлиться очень точно в цели в 2 см в радиусе. Где-то нарисовано? Да, даже сенсор есть такой 20 см. Круглый сенсор, когда на него с ноги наступаешь, тогда уже можно точно сказать, сколько из центра или точно в центр попал. Это такой маленький, 20 см только. И для параплана это очень трудно попасть. И все с оценкой и без соревнований. Идея, чтобы люди, они стартовывают, летают и приземляются в центр. В одно и то же место, да? У всех одно и то же место. Да, они там же стартовывают и после пару минут уже приземляются, чтобы только приземлиться. Калис, но у всех же, получается, все равно разные условия, как ни крути. То и ветер может там подуть не так, то еще что-то. Да, такое случается, но ветер не меняется так резко. Там можно уже видеть. И чем лучше пилот, тем лучше он может приземлиться на всех погодных условиях. Да, там потому и сравнивание, чтобы узнать, кто самый лучший. И ветер и так далее, это уже... Мы должны знать, как приземлиться. Да, по всех погодных условиях погодных условиях погодных. Ну вот это соревнование, которое прошло с 24 по 26, да? Это было анонсировано, что это небывалое до сих пор соревнование. Что там было небывалого? Впервые что прошло? У нас не было, когда наши самые пилоты из Латвии организовали такие большие сравнения, потому что это были FAI, Startup Aeronautical Federation. Да, Международная Аэронавтическая Федерация. Да, они посмотрели, что мы делали и дали нам вторую категорию. Это первая категория только для World Championships, Миро или Европейский уровень. А такие все остальные, второе или меньше. Так что это очень важно, что мы сделали и что они сказали, да, это хорошо, все делает, что дали нам такой вот уровень. И такой первый раз в Латвии. У нас не было, что местные пилоты что-то такого сделали. А среди латвийских парапланиристов есть чемпионы Европы, чемпионы мира, может быть, такие спортсмены на уровне? Нет, у нас в парапланиристы есть очень... Там есть... Аккурация это одна... По точности. Да, по точности есть. Это один. Есть дистанции летать. Стартуешь на горы и летаешь по курсу. Хорошо. Не только дальше, там курс всякий, который летает самый быстрый. Быстро? Быстро. И есть акробатика тоже. Сравнивание для акробатики. И это три самые большие в мире. Категории. Категории, да. Акро у нас никто никогда не соревновался. Да, у нас нет. Но у нас есть три пилота, которые могут делать акроби, но уровней еще нет. По кросс-кантри, это только я был на... Да, это... В чемпионате мира. На последний... 2017 год. В прошлом году, получается. В прошлом году, да. Я был первый пилот из Латвии, который мог... Участвовать в этом. Участвовать, да. Там нужно квалифицироваться. Квалифицироваться. Квалифицироваться, да. В Латвии это трудно сделать, потому что это не дешево, и у нас горя нет, и чтобы... Тренироваться как-то нужно, да. Нужно уехать в горе, чтобы тренироваться. Ну, по приземлению точности можно здесь все научиться, и научиться очень хорошо. У нас есть инфраструктура для этого, и потому и пилоты здесь работают, чтобы эту категорию мы получше и получше делали. То есть развивать то, что у нас получается, и то, на что есть возможность. Да. Ну, горе тоже есть, но это уже следующий этап. Начинать нужно что-то, чтобы было легче для нас, потому что спорт, аккурация, это нелегко, это очень трудно. Все время нам вот такой 20 сантиметров, это очень маленький диаметр, чтобы параплан 24, там 20-24 метра, и пилоты, и ветер, и все, это нелегко. Ну, для Латвии это очень, у нас есть где, у нас есть Румбола, и Спилве, и Бабиит, и есть где, и Давкополс, и можно полетать, и Юркална, есть месте, где это можно делать, но горя у нас нет. Ну, 20 сантиметров, вот как, если там 5 человек в эту цель попали, как понять, кто лучше? А мы один после другого летаем, и приземляемся один после другого. Ну, вот если все попали в одно место. Такого еще не было. В мире не было, не только в Латвии, в мире не было. Ну, вы же говорите, там 2 сантиметра должно чуть-чуть. 20 сантиметров, это центра, это 0... Даже мало. Да, это очень мало, очень мало, да. И это, когда радиусы в 20 сантиметров приземляются, это 0 очков. Один, это уже один, и до 5 метров 500. Это максимум очков. И чем меньше, чем лучше. И еще такого не было, чтобы люди, вот два пилота, все время на 0 приземлился. И если такого било, тогда, может быть, еще один полет, еще один, как в футболе. А, пока в сене. Понял, ты сможешь сделать, можно. Но такой еще не было, так что еще очень-очень такой специфичный. Специфический, да. Да, чтобы сделать. А вот на этих соревнованиях, которые проходили на выходных, кто был ближе всего к цели? Из какой страны? Выиграл, overall, был литовский пилот. Я имя не помню. Мы будем знать, что это литовский. В Литве они летают немножко получше, чем в Латвии, но мы уже недалеко. Второе место был наш литовский пилот, Кришан Сетинч. Он один из инструкторов здесь, и он работает с пилотом, чтобы все это организировать, тоже был. И третье место, если я правильно вспомню, было Эдис Гайшпуитис, тоже из Эполотов, который тоже организовывал. Кришан Сетинч, они обе организовывали и летали. То же самое время. И там, и там. А какие, может быть, из самых экзотичных стран к нам прилетели на эти соревнования? Прилетели. Приехали. Прямо на параплане. Ну, из Франции, по-моему, было. Ну, они добирались по земле. По земле. Добирались. Да. Доехали они по земле, или они так и прилетели? Прилетали. Прилетели? Да. Из Нити. На самолёте? Да, с самолёдами. Не на параплане. Ну, можно, но долго будет. Можно прилетать, но долго будет с парапланом. Ну, может быть, вот мы как-то сразу увлеклись деталями, а про параплан, может, не все понимают, не все отличают его от дельтаплана, там, от каких-то ещё видов. Что это? О! Параплан самый лучший вид, как летать. И это самый близкий полёт в птице. Там нету ничего такого, что другого, как с датопланом, да, или есть это, который в самолёте прыгает, люди и так далее. Это всё не так. Параплан ты можешь так же, как птица, найти термики. Да, это поток тёплого воздуха. И птицы, если посмотрите, они, можно видеть, что они так циркулируют в воздух, и они делают так, потому что этот поток идёт наверх, на каблок. Каблок. Клэлд. Облак. 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 Облак, да. Извините мой русский. Всё нормально. У нас тут мультилингвальное утро. Всё хорошо. И мы также, когда мы летаем в дистанции, мы хотим найти этот поток, чтобы летать дальше, и дальше, и дальше. И когда мы просто прямо летаем, мы летаем на землю всё время, потому что у нас мотор нету. У нас только это параплан, который возле нашей головы, и мы сидим такой в якоре, это harness. Устройство. Да, ну он такой, какой нормальный стульчик, немножко больше, чем стул. Просто такое сиденье, да? Вы пристёгнуты к нему, да? И всё. И у тебя линии есть, и параплан возле головы. И он… Как на качелях, получается. Да? Качели. Я не знаю, что качели. Ну, шубот есть. Ну да, вообще-то да, очень похоже, да. И наша задача – найти эту термику. А термику видеть не можно. Он просто воздух. Ну, и как видеть, это очень трудно. Нужно смотреть на птицы, нужно смотреть на землю, на облаках. И ветер нужно чувствовать. Это очень много информации, которую нужно смотреть и летать. Ну, так как он работает, парапланы. Можно стартовать возле земли, и в горе, и по всякой. И можно на море… Вот в Юркалне есть Ставкросс. Ставкросс Юркалн. И там можно полетать тоже на динамику. Ветер из… Это как серфинг, получается. Вот. Ветер из моря дует, и он на Ставкросс идёт, и там получается… Волна. 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 Получается волна. Но тоже видеть не можно. Но ветер идёт наверх и делает волну. И эту волну мы используем, ловим, чтобы летать. Угу. Волна. 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 тяжело им добраться потом, если вы вот так вот с утёса куда-то в море летите, и вдруг не туда залетите? Ну, летать самый дрожж, самый безопасный, что люди делают вообще в мире, летать самый безопасный, с машиной ехать. Аэрофоба. Нет, всё вид передвижения, короче говоря, да? Вся авиация, как-то в самой безопасной. Воздушный шар, параплан, неважно, да, самолёт, самобезопасный способ передвижения. Да, там очень все законы, как что делать, и мы уже очень точки сделаны последние 100-120 лет, что люди летают, и намного меньше есть самолёты, и парапланы, баллоны, чем машины, и так далее. На улице с машиной намного страшнее ехать, чем летать. Если ты знаешь, что ты делаешь... Машина из пяти способов, по-моему, как раз-таки на первом месте по опасности. Да, и параплан, но там последний. Да. Так что люди смотрят, думают, это очень опасно, и так далее, но это вообще-то наоборот. Если ты знаешь, что ты делаешь, и знаешь, как погода есть, и погода, мы уже всё знаем по погоду, там нету никакие вещи, о чём мы не знаем. Следующие два, три, четыре... А где вы прогноз берёте? В нашем метеоцентре, или у вас дополнительный? Сами смотрим. Или у вас, может, какой-нибудь фенолог есть, который сам знает? Мы сами учимся. По приметам. Понимаем что-то, и смотрим и в латышке, и международной, можно, там есть информации в интернете. Но они же отличаются все, постоянно один посмотришь, так, другой, так. Да, ну там это будет, мне будет очень трудно по-русски сказать, что я не знаю имя, метроводия, газ, спиды, масса, сумка, ну давление, да, атмосферное давление. и всё, как он туда-сюда идёт, это уже... Детали. Да, и это трудно, что трудно понять, как-то всё меняется. Ну, там, наверное, ветер, да, важен? Ветер. Вентгуру можно тоже, ветер важен температурах метров, гайсометрумс и всякие фронты. Ну, для нас важно только микро метрология, метрология, такой локальный вариант. Потому что мы летаем около 20-50 километров, и когда мы стоим нам только нужно знать наши 10 километров возле нас, и мы очень точно знаем следующие два часа. Уже как вообще люди в мире, мы знаем, что два часа как будет. Можно даже посмотреть, и это уже видно. И это что нам нужно. Потому что мы можем приземлиться 5-10-15 минут, и всё, приземлились, и всё. если видно, что там есть какой-то большой нехороший облако, тогда всё хорошо приземлился и пришёл домой. Но парапланы это только летний вид спорта, наверное, осень, Ну можно, очень холодно. Здесь в Латвии очень холодно. Сколько нужно градусов температура? Воздуха должна быть какая? Когда вы уже не поднимаетесь? Ну когда холодно. Холодно для вас это как? человека очень холодно тогда уже нет. Ну это плюс или это уже минус? Минусы. Люди летают минусов, но это как с мотоциклом ехать. Минусов уже очень-очень холодно. очищаются. Да, но можно одеть, но тоже если мы летаем в около 30 до 50 километров в час, если тебе минус температура, тогда уже очень холодно. Чувствуется. А зимой что делать спортсменам? Вы, например, зимой чем занимаетесь? Куда-то уезжаете зимовать теплые, странные тренироваться? как птицы. Уезжаем как птицы, да, так и делаем. Куда? Я по Азии летаю, по Непалу, по Индию, можно и на Латин-Америку, там тоже все, как бы Эквадор на опозит напротив нас. Австралия у них хорошо, когда у нас зима, и так далее. В ту сторону. Да. Африку тоже можно. Я напомню, кто у нас в гостях. У нас в гостях Карлис Яун Петрович, организатор, один из организаторов международных соревнований парапланиристов на точность, называется Z-Accuracy Cup. Они прошли вот в Юрмале, на пляже Вайворе в эти выходные. Мы говорим как раз о парапланиризме, о том, чем это отличается от других, может быть, воздушных видов спорта и о том, как Карлис. Вот у него, кстати, на майке написано I know how to use clouds. Дальше I know the way how eagles sing. Я знаю, как использовать облака на дорогу, как думают орлы. Короче, говорю, у нас гости в последнее время с очень интересными надписями на майках. Интересно читать. Звоните, если есть вопросы у вас, пожалуйста, 672-12-939 и 672-13-939. Вы сказали, что вы участвовали в прошлом году в международных соревнованиях. Каково это? Сколько там людей собирается, где они проводятся, как правило? Насколько уровень вы чувствуете, что мировой выше, чем, может быть, наш латвийский? Да. Это было параглайдинг ворлд чемпионшип. Это самые высшие категории. Там были все чемпионы и так далее. Параполонисты, которые уже летают 25-30 годов и легенды спорта. Были 150 пилотов из всех не сторонах, но, по-моему, не помню, не помню, но там 30-40 страны были. Но уровень там очень-очень высоко. Чтобы с ними сравниваться, нужно очень нужно в горе. Нужно жить в горе, нужно летать. Уже в Латвии будет очень-очень трудно на такой, потому что это дистанции по горам. Это другая категория. Другая категория, да. И Франция, Швейция, Швейцария, Австрия, Словения, Испания, они очень хорошие, потому что у них горы есть. И у них намного пилотов тоже есть. Ну, это не сказать, что мы не можем, не можем. я последний не был, полетел хорошо. И для меня это было только второе сравнение. Это вообще очень интересно, как это возможно. Полетел одну и сразу следующие уже мировые сравнивания. соревнования. То есть это вообще второе ваше соревнование в жизни. Я летаю только 6 лет. Это очень быстро, чтобы попасть. Но потому я еще учился. Каждый день, два недели летаем, каждый день, по 24-6 часов каждый день летаем. И результат уже так посмотреть можно после 10 дней или 14 дней и кто самый лучший каждый день. За день. Вы сказали, что были спортсмены, которые по 25-30 лет летают. То есть для этого спорта возраст не так важен. Можно и в 50-60, может быть и старше. Даже старше 70-80. Потому что это не физический спорт. Не так тяжело, да? Не физично вообще нет. Это все в голове. 95% нужно знать, что ты делаешь, как делать правильно, и эмоции контролировать, эго контролировать. Это очень интеллигентный спорт, как бы сказать. Дистанции летать это очень трудно. Ты начинаешь на тысяч метров, полетел на четыре тысяч метров, потом обратно, температура 30 градусов до минус пять, все время, через пять минут, и на четыре тысяч метров, там холодно, полетел пятнадцать минут, и уже жарко. И все время. Это такая маленькая дискомфорт. Неудобство. Да, потому что все остальное, когда ты посмотри, где ты, я месяц назад летал во Франции на четыре тысяч метров, ты Монблонг можно видеть, все Алпы, все, еще снег есть сейчас тоже, потому очень красота, конечно. Красота такая, что я там плакаю каждый раз, когда летаю на такие высоты, и это, ну, нету таких спортов или места, где ты так можешь. Вот стартовол, вот, вешал из дома, стартовол на горе, и полетел на полдня и приземлился обратно. У нас звонок есть, так, был, да, 672-12, наушники, берите, 939-672-13, 939-6-7-2-13, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, я вот хотела спросить насчет, есть ли женщины вообще в этом виде спорта, много ли их, и как это совмещается с семьей, допустим, там, ты в небе, а семья в это время ждет внизу, или они просто не участвуют. Еще хотела вопрос задать по поводу того, это какой вообще вид спорта, сколько трат нужно, где этот параплан брать, его самим покупать, эту экипировку, или это в аренду, и как это вообще все в Латвии. Да, спасибо. Женщины, я начну. С первого, женщины, да, пожалуйста, чем больше, чем лучше. У нас нет много, потому, ну, если я поменяю точку, точно, тогда, по-моему, было бы около 10% или меньше. В Латвии. Мире. Ну, там никакие проблемы нету. Женщины может так же, или даже лучше, чем мужики, там нет разницы никакой. Только по весу, там, побольше параплана летает лучше, чем меньше параплана. Ну, для меня такая же проблема, что я там 60 с чем-то килограммов, так что там нету вообще никакой фамилии, но это как уже весь своей семье. Это уже как вы с своей семьей все договорились. Есть фамилии, которые все летают. Мои подруги, и отец летает, и мама летает, и брат летает, так что это можно и так. Семейные плечения. Есть фамилии, которые уже второй генерации, пауза, поколение, которые уже делают, так что всякое возможно, это какая фамилия, семья. Ясно, и насчет стоимости, сколько это стоит, дорогой ли это вид спорта? Да, это не дешевле. Сначала просто школа, школа будет, если в Латвии, тогда, сколько я знаю, я в Латвии не очень много летаю сам, но, насколько я знаю, это 500 евро первый курс, чтобы научиться все, как делать, и полетать 10-20 раз, наверное, было. Это можно найти точно информацию, но и в Латвии люди начинают по весной, и каждый человек по-другому, как он учится, комфорт, риск, и так далее. И это, да, и это получается, есть люди, которые можно пару недель, и есть люди, кому нужно пару месяцев, чтобы, потому что, как по-английски говорить, safety first, и все остальное потом. И это уже как человек. И потом, но это только первый, там нужно еще второй курс, более advanced, более такой продвинутый. Да, будет примерно то же самое, и здесь уже тебе не нужно покупать это уже парапланы, все будет уже в цене. Включено в ценах. А вообще, сколько стоит вот это все оборудование? Да, парапланы, по сути, это же как бы кусок ткани. Да, но это очень очень прочный. Это правильно, но он очень complicated, сложно сделать, и там в мире очень мало людей, которые можно сделать и сделать хорошо. Разводители и дизайнеры. Очень мало есть в мире, которые очень хорошие, поэтому параплан только будет наверное два с половиной тысяч, когда ты начинаешь в Евро, когда новый. Все там тебе нужна запаска, здесь сесть, все место на месте в Латвии я думаю около 4-5 тысяч в евро, новый, но тебе не нужно покупать новый, можно как машину, можно новый покупать, и можно покупать, там уже цены как найдете. Так что дешевле, чем машина. В любое хобби это дело недешевое, скажем, если человек уже начинает увлекаться, он уже все туда в это хобби складывает. Я так, 6 лет ничего другого не делаю, мне только летать. У меня вся жизнь для этого. Насколько может человек уйти, например, вот он работал, летал пару раз в месяц, потом пару раз в неделю, и потом тихонечко он как-то работу забрасывает, переходит в эти профессиональные спортсмены или полупрофессиональные, может как-то уже жить на то, чем он занимается, как-то зарабатывать хобби своим. В Латвии сейчас еще трудно сделать в мире возможно. Ну вот ZPLAT одна из команды, которая работает, чтобы было такое возможность, уже не для нас, это уже для следующего поколения, чтобы был спорт и было возможно. Сейчас есть пара людей только в Латвии, которые с этим могут жить. Но в мире возможно, можно летать тандемом, это с пассажиром, это возможно. И я был тест-пилотом в компании, который уже новый крылов делаем и тестер вырем, это тоже возможно работать так, и можно людям учить, это тоже зарабатывать на это, и гайды, когда люди, которые в Латвии научились, они хотят на горе летать, тогда я могу людей в Франции, Италии, в Непале привезти, и так тоже можно. Ну, мы хотим сделать, чтобы было и вот как спортсмен мог и на сравнивании ехать, ну, как у нас есть и хоккей, и баскетбол, и так далее, ну, чтобы сделать, чтобы уже следующий, который учится, может что-то получше, чем мы. А вы занимаетесь этим вот уже профессионально, то есть у вас другой работы нет? Нет, я ничего другого не делал. А до этого в земной жизни кем вы были? Я много всякого делал, я начинал путешествовать уже 2009 года, и я еще не останавливался, я все последние почти 10 лет по миру все, весь мир, да, старался объездить. Побольше Азии, в 7 лет Азии прожил, и там всякое делал, и когда научился летать, я учил английского в Тайване, и там учил 5 дней в неделю, научился летать, уже было 3 дня, тогда 2 дня мы там уже иногда, и чтобы только летать, и летать, и летать. Вот это такой спорт, который очень затягивает, да, но затягивает хорошо, потому что не ара, акаунос, даба, на природе, в горах, где-то, на свежем воздухе, это спорт, который тебя из дома будет гонять, и гонять, да, из дома, и очень много нужно учиться, это хорошо для нашей музыки, тоже, чтобы все время что-то новое учиться, и здесь ты всю жизнь будешь учиться, и все пилоты, которые уже летают 30 годы, они еще учатся, и учатся, чтобы получше, 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 это never ending, как по-английски, ну, никогда не будет конца, чтобы учиться, и для меня это очень важно, это очень интересно. Бесконечность, короче говорю, те, кто заинтересовался, пожалуйста, в ассоциацию обращайтесь, да, у нас, кстати, есть Латвийская Федерация Парапланиризма, да, спасибо вам большое, Карлиса Яун Петрович, был у нас в студии, парапланирист, спасибо, и хороших вам полетов, до свидания. Спасибо, Паллис.